Фёдор Крашенинников, публицист, обозреватель, со мной на связи прямо сейчас. Фёдор, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Фёдор, много вопросов, да, и понятно, что мы, кажется, находимся на неком переломном этапе. Уже вроде как оттрубили вот эти все заявления, что решающие для Украины недели, кто-то говорит месяцы. И параллельным курсом мы видим напряжённость между Зеленским и Западом. Как вы, на что обращаете внимание, как вы смотрите на именно этот этап? Потому что, ну, то Зеленский говорит, что вот давайте сбивайте над Украиной ракеты, мы подпишем любую бумагу, да, вот, что не имеем претензий. То, в общем, даёт понять, что помощи недостаточно, и нужно больше, и разрешение ударом по российской территории, ну, тоже много полос посвящено и в западной прессе. И вот это как есть, ну, какой-то мейнстрим сейчас от Зеленского в плане того, что помогите, вот, как-то решить этот вопрос. Но Запад не торопится. Ну, и также, вот, ещё одна параллель, это вот мы вот всё надеемся и ждём какого-то решения по ассамблее НАТО в этом году или этом. Там многие высказываются о том, что должно быть, ну, как-то вот принято какое-то решение по Украине или какие-то перспективы, или чуть ли не выступление в Альянс. Что не так между Западом и украинским руководством сейчас? Ну, я прежде всего хочу сказать, что, мне кажется, проблема главная для понимания происходящего – это в том, что идущая война – это первая война, которая вот настолько идёт в информационном потоке непрерывно. То есть вот той роскоши, которая была у руководителей раньше, когда какие-то вопросы можно было не спеша обсуждать, что-то можно было говорить для внутреннего потребления, что-то для внешнего, эти потоки не пересекали. Ну, то есть, например, там во Вторую и Первую войну, условно говоря, жители Советского Союза знать не знали, что там вообще пишут в западной прессе, да, тем более, что пишут в немецкой прессе и так далее, в американской, да, у них просто не было доступа. Они должны были получать информацию в том виде, в котором ее рассказывали. То же самое происходило там и в Германии, то же самое происходило в Британии. Смотря на то, что там, конечно, была большая свобода информации, всё равно обыватель не мог вот в таком постоянном потоке находиться. И это, повторюсь, создавало некую фору для руководства этих всех воюющих стран. Можно было не зависеть настолько сильно от того, что люди думают прямо сейчас. Хотя в диктатурах это, может быть, и не важно, но всё равно влияет. Но мы сейчас говорим про Украину, Украина – диктатура, всё-таки там существует большая традиция демократии, и украинская власть, она вынуждена ежедневно рассказывать обществу о том, что она делает. Каждый день говорить, ну, сегодня ничего нового не произошло, ждём. Это так не работает. Мы же с вами работаем в этом информационном пространстве. Вы же не можете каждый день включать свой канал и говорить, знаете, сегодня новостей нет, ничего интересного не произошло, обсуждать нечего. Поэтому давайте мы подождём, пока вот новости придут и их обсудим. Это была бы хорошая позиция, но так не работает медиа, и так не работает власть. Потому что если, допустим, Зеленский поставил перед собой задачу в ежедневном режиме информирует украинскую нацию о том, что происходит и как он борется, он не может не искать. Ну, знаете, сегодня вот ничего не было, просто сижу, жду, пока вот они там что-то сделают. Поэтому приходится постоянно выдвигать инициативу, постоянно говорить, что что-то происходит, что вот какие-то ведут разговоры, обсуждается вот это, обсуждается вот то. Это позволяет заполнить паузу, потому что так быстро мировая политика не делается. Понятно, что пока идёт война, в НАТО Украину не возьмут. Это, ну, странно выглядит, потому что брать в Украину, проще просто вступить сразу в войну на стороне Украины, чем обставлять это такими странными документами. Потому что это одно и то же. Только если начать со вступления Украины, принять Украину в НАТО, это даст Путину время для первого удара по НАТО. Ну, потому что раз вы её принимаете, понятно, что будет дальше. Поэтому гораздо проще, не объявляя вступления в НАТО, просто вступить в войну на территорию Украины и тем самым выиграть первый удар. Если речь идёт именно о церемонии вступления в НАТО, то, мне кажется, это больше разговор какой-то, потому что в условиях войны, повторюсь, это не самое важное. То же самое касается разговоров про поставки оружия и вот этих всех требований избивать. То есть Зеленскому надо что-то постоянно говорить, и он это говорит. Это вот такая у него ситуация в жизни сложилась, и без этого не получится. Тем более, что ситуация довольно тревожная. Люди, я так понимаю, смотрят на карту и видят, что медленно продвигается российская армия. Идёт эвакуация из вот этих регионов прифронтовых. Это, естественно, не повышает настроение населения, потому что кто чего тут радовался. И надо какие-то, опять же, предлагать спасительные меры. Вот сейчас НАТО будет сбивать, вот нам сейчас разрешат обстреливать, стрелять вглубь России. Вот мы сейчас сделаем что-то, и это изменит ситуацию. Это, мне кажется, такая больше психологическая терапия, которую надо так и рассматривать. В практическом смысле проблема никуда не девается. Западные страны не готовы сами вступать в войну. Они боятся, что, ну и не хотят этого очевидным образом. Тем более, сейчас выборы надвигаются. Перед выборами ввязываться вот прямо в прямое столкновение в обуви с Россией. Это очень непопулярный в Западной Европе мир. Да и в Восточной Европе, я думаю, если убрать тех, вот кто самый активный, полигерированный, настроен на какое-то радикальное противостояние, сомневаюсь, что обыватели там Таллинн, Риги, Вильнюс, Хельсинки, Варшавы прямо так и ждут, пока на них посыпятся российские бомбы, потому что началась война, вот мы вступили в войну. Ну, то есть, конечно, хочется надеяться, что не долетит, перехватит и так далее, но эта война уже нас научила тому, что никогда не стоит никому надеяться, что вот здесь вот постреляют, а до нас не долетит. Это действительно большой страх для европейской политики, для европейских политиков. И любые требования более активно принимать участие в этой войне, они наталкиваются на вполне конкретные намеки со стороны Путина, что если вы будете активнее участвовать, ну, то есть буквально сбивать что-то там своими силами со своей территории, то мы будем считать, что вы уже прямо сами наступили в войну, и вроде как получаем право что-то там делать по вашим территориям. Это все, конечно, выглядит странновато и выглядит каким-то блефом. Готов ли Путин к прямому столкновению с НАТО, мне кажется, что нет, ничто нам, так сказать, не предвещает эту готовность. Но он делает ставку на искуг западных политиков, что вот он их своими вот такими криками напугает, и они побоятся это делать и дадут ему возможность воспользоваться преимуществом, которое у него сейчас есть, по максимуму. Но какое это преимущество, и что он хочет конкретно сейчас делать, ну, это как бы такая отдельная тема для обсуждения, очевидно. Понимаете, тут возникает еще другой момент, причем очень важный. Россия так вот полутайно, с буквально там несколькими фотографиями об этом сообщив, провела подготовку к ядерным испытаниям нестратегического типа. Здесь разворачивается вот вообще душераздирающий геополитический скандал о том, что 16 мая запустили противоспутниковое оружие. Вот оно на орбите, вот оно в космосе, вот эти спутники-инспекторы. Кремль сегодня судорожно комментирует, говорит, это все вбросы Пентагона, отстаньте, мол, ничего этого нет, это все какой-то элемент нагнетания. Федор, ну, все ведь крутится вокруг вот этого противостояния. И порой, вот когда там Путин едет в Пекин, когда там мы видим реакцию на это, создается впечатление, что, ну, Украина в стороне. Вот у вас война, вы там воюете, там, да, вот, метр туда, метр обратно, хотя в последнее время только метр туда. Но, собственно, да, вот мы вам помогаем, поставки какие-то идут, деньги выделены, Блинкен приехал, сыграл на гитаре. В общем, этот политический процесс отдельно, война отдельно, а геополитика отдельно. С чем связано это расслоение, как вам кажется? Ну, во-первых, начнем с того, что, как Путин сам продает войну населению, и, возможно, это его действительно убеждение, на самом деле он воюет с Западом, и мстит Западу, и воюет с Западом. И, как бы, Украина – это такое вот поле битвы. Украина вот хотела быть с Западом, ну, вот сама себе такую, значит, ужасную судьбу выбрала. А кто виноват? А вот виноват руководство Украины и США, значит, которое вот всеми манипулирует, и вот своими манипуляциями довело всех до биты. Это то, что я, ну, вот очень, так сказать, вульгарно пересказываю, тот осадок, который остается, да, то есть не надо вдаваться в частности пропагандой, что они там говорят, важно, какой они формируют общую похитность. Ну, на самом деле, это противостояние Запада. Как бы, ну, это с американцами война, а украинцы здесь просто вот прокси такие американские, да, поэтому что тут обсуждать, все понятно. И Путин это же продает и Китаю, и китайская позиция ровно такая. Ему совершенно Китаю не то, чтобы ему важно какие-то территории на границе России с Украиной, и чьи они будут, и для него это вообще все неинтересно. Китаю интересно смотреть, как Россия хомит Западу, и как она объявляет, что воюет Запад, и что ей за это вообще будет, и что вообще Запад может в ситуации, когда кто-то говорит, вот я вам противостою, я поношу удары по вашим свечникам, а что вы мне сделаете, да, а ничего не будет. Я вам только, я буду вам угрожать, я буду вас пугать. Ну, и китайцы на это смотрят. Поэтому, конечно, надежды, что китайцы как-то успокоят Путина довольно странно. Им эта вся история очень нравится, именно с точки зрения построения действующей модели отношения в современном мире, как себя поведет Запад, там, Европа, США в ситуации вот такого неадекватного поведения, допустим, России. Поэтому, к сожалению, Китай здесь охотно покупает у Путина эту историю. И его тоже, повторюсь, если Путин сказал, знаете, у нас дружба с Америкой, мы готовы дружить с Америкой, с Европой, нам вот бы Украину здесь наказать. Я думаю, китайцев как раз это бы совсем не устроило, потому что не скажут, как это дружить с Америкой. Против нас, что ли? Нет, ну что, дозвольте. А тут все как бы удачно получается. Смотрите, тут по позиции Китая очень важный момент. Официально, громогласно и на весь мир Китай устами МИД обвинил США в том, что это США, ну, скажем так, затягивает, эскалирует и обостряет, ну, они называют украинский кризис или там конфликт, вот войну в Украине. Да, ну, это официально, то есть Китай постепенно дрейфует в сторону прямой, прямо поддержки российской позиции. Я подписан на Твиттер официально вот это китайское вещание. У них есть русскоязычный Твиттер, я его читаю, например, я не знаю, кто у них там ведет этот Твиттер, но там, например, публикуются сообщения об освобождении всего, например, да. Официальный, повторюсь, вещатель Китайской Народной Республики на русском языке. То есть, ну, как бы, я не думаю, что это какая-то небрежность. Тем более, что китайцам вообще не свойственна небрежность в вопросах пропаганды, они очень всегда тщательно выстраивают вот эти конструкции. Это какой-то четкий намек на то, что они, ну, вот в своей русскоязычной пропаганде четко совершенно работают по путинским нарративам и поддерживают их. Это очень плохой знак, потому что, к сожалению, Путин пользуется противостоянием, которое есть в этом мире, помимо России и Украины. И отсюда, мне кажется, вся вот эта сбитая оптика, что украинское руководство, украинские люди, элита, солдаты на фронте, они-то видят войну реальную, что вот на них напала Россия, они сопротивляются. Все же понятно. Вот враг, оттуда летят, значит, бомбы, снаряды, да, надо помогать, помогите нам, вот мы же видим, кто враг. А для всех других наблюдателей, они говорят, нет, это сложное противостояние России, там, и Запада, и всего. Вот тут, если мы сюда вмешаемся, вот тут нам китайцы могут, значит, поднагадить. Если мы вот сюда зайдем, значит, тут вот Россия может в другом месте ударить, да. Мы поэтому вот не торопимся. У нас, они видят эту войну в другой оптике. И как бы это невозможно продать народу Украины, да, что типа вот тут все умираете, гибнете, а это какая-то вот галактического размера противостояние, в котором это просто вот какой-то фронт. К сожалению, это то, что Путин с самого начала продал, и получается, что ему в каком-то смысле удалось это всем продать. Что, ну, это вот такой один из горячих фронт огромной большой холодной войны, которая разделила мир там на несколько лагерей. И вот, значит, вот что происходит. Я не очень понимаю, почему это так получается, но, возможно, мы не все знаем про, какой обмен мнениями происходит и на Западе, среди западных лидеров, и между западными лидерами, и, собственно, Путина. Федор, а давайте вот мы запараллелим эту историю, потому что, ну, с ситуацией на Ближнем Востоке, потому что это ведь тоже очень показательно, политическое отношение к происходящему, и вот это вот размежевание, разбивка на какие-то лагери, какие-то силы, какие-то, ну, группировки, вот политического отношения к происходящему. Сегодня, конечно, топ-новость, и она такая достаточно важная, геополитическая, о том, что Ирландия, Норвегия и Испания признали государство Палестина. Вышли официальные спикеры, ну, премьер-министр этих стран, они сказали, вот, как бы так. До этого там еще вот это признание, там, в рамках ООН. То есть мы видим, ну, у меня почему-то, ну, наверное, потому что, как бы, я все смотрю через призму глобуса Украины, да, вот здесь какой-то такой свой необъявленный, не, как бы, обшитый пиаром, саммит мира Палестины. То есть мы видим прям количество государств, которые признают палестинское государство официально. Понятно, что Израиль там отзывает послов, консультации, протестует, бьется с этим всем. Но тут, как бы, если посмотреть в совокупности, ну, вот, не брать и разбирать каждую вот эту историю, а вот как-то мейнстримно посмотреть. Ну, смотрите, да, есть там группа стран, которые признают Палестину. Это не нравится Израилю. Это, как бы, давит на Израиль. Есть, вот, точно такой же, ну, там, по другому, по другим делам, но, тем не менее, немножко там есть разница, потому что там и Хамас, и Нетаньяху, ну, в общем, требования ордера Международного уголовного суда по военным преступлениям. Ситуация гораздо серьезнее даже, чем, ну, по отношению к Путину. Вот эти параллели нас, как бы, заставляют сравнивать, да, вот мы тут все восклицаем и там удивляемся, а как мир реагирует, а почему мир, а вот так мир реагирует. Вот мы имеем два кейса и примерно похожие действия, ну, мейнстримное действие в большом пределе групп стран Запада. Какие выводы напрашиваются? Ну, во-первых, выводы, я тоже про это очень много думаю, и вообще мы находимся на пороге смены парадигмов, в общем, в многих видео мы их видим, потому что давайте назовем вещи своими именами. Израиль проиграл информационную войну. Израиль впервые за все время своего существования вовсе не является безуполной стороной добра для западного мира. Так было всегда. Ну, то есть это прям было просто ассо, что вот все за Израиль. Поддерживать Израиль – это правильно. Другая позиция – немыслимо. И мы находимся в ситуации, когда мыслимо, что мыслимо вполне себе. То есть Израиль из страны, в которой есть некий особый статус, который, вот помните все эти разговоры, да, что Израилю можно все. Вот они там по всему миру мстят. У них вот такая возможность. У них непобедимая легендарная армия. Они вот вопреки всем решениям Совета безопасности, там генеральной ассамблеи заняли территории, которые когда-то ООН отписала. Палестиня, ничего за это нет. Согласитесь, это был огромный соблазн для очень многих. И когда началась вся эта история, я видел, как в Украине очень многие солидаризировались. С Израилем говорили, вот мы и Израиль. Очевидно, надеясь, что и в этот раз весь мир-то будет на стороне Израиля, и как бы Украина окажется на стороне торжествующего добра. И вдруг оказалось, что Израиль оказался, если не в меньшинстве, то он в каком-то довольно странном для себя состоянии. То есть сейчас ситуация выглядит так, что Израиль это не какая-то страна с особым статусом, которая играет в особой лиге, а это такая небольшая, да, богатая, да, сильная, но небольшая проблемная ближневосточная страна, которая, ну, вот как-то со своими проблемами уже поднадоела. И им как бы все говорят, слушайте, ну, не получается у вас там... Хороший. Да, давайте-ка признавайте уже вот эту вот Палестину, живите там, вот как изначально вот был план ООН, дурацкий, я сейчас не обсуждаю, как хорошо это, похуй, вот как это все выглядит. Слушайте, вы не смогли справиться с этой ситуацией ни войной, ни миром. Вот будет два государства. Нравится, вам не нравится. Тут надо еще понимать, ведь, что Израиль это не Метаньяху. Я так понимаю, что внутри Израиля очень много претензий к Метаньяху, и я даже склонясь с ними солидаризироваться, что, как и всякая война, как и всякий вот этот вот кризис, это всегда вина, в том числе и руководство страны, которое до него довело. Довело, то есть, продевало террористическую атаку такого размера, среагировало на нее специфическим образом и так далее. То есть у Израиля впереди большая внутренняя работа, они без нас разберутся. Но что во всем этом поразительно? В том, что мировые кризисы развиваются не по тому сценарию, по которому не развивались раньше. Я вот люблю про это говорить, хотя все не любят кризис, допустим, Армении с Азербайджаном. А ведь там происходит очень интересная вещь. Армения проиграла войну. Вот просто проиграла войну, действительно, в треск, в треском серию конфликтов. Азербайджанцы изъяли, ну, как они говорят, вернули себе, но фактически они не контролировали Карабах, там чуть ли не 30 лет. Там жили армяне. Они их от Карабаха собрали себе, все армяне оттуда, 100 тысяч человек, уехали. И сейчас Азербайджан продолжает додавливать Армению, требует от нее отдать все, что они хотят. Там какие-то поселки, деревни, в военнировании идут протесты, потому что людям тяжело смириться с тем, что надо отдавать еще что-то. Но при этом сопротивляться Армении не может, потому что объективно она проиграла войну, и горе побеждено. То есть ты проиграл войну, и если вы скажете, а мы не будем вам эту деревню отдавать, ну, хорошо, они их даст команду, будут Еревану бомбить. Всем уже примерно понятно, как там устроена ситуация. То есть все в прошедшем времени кризис Армении и Азербайджана развивался по-другому. Давайте статус-кво, переговоры, вот этот вот полупризнанный, никем не признанный, значит, но де-факто армянский Карабах. Ну, вот давайте заморозим эту ситуацию, будем внижать. А теперь оказалось, что так не работает. Более того, Азербайджан еще и вестит Франции за поддержку Армении, устраивая, значит, бунты там, прости господи, в Новой Каледонии, что вообще на самом деле что-то удивительное. Можно ли вообще... Макрон полетел, сейчас все разрулит. Нет, он разрулит, но можно ли себе представить... Фотография, Макрон-самолет летит в Новой Каледонию. Можно ли было себе представить еще недавно, что кто-то из постсоветских стран, кроме России, будет создавать геополитические проблемы Франции черти где на другом конце головы. А оказывается, теперь вот в том мире, в котором мы с вами разговариваем, так может. То есть Израиль может проигрывать информационную войну, и вдруг оказывается ситуация, в которой с самого первого дня своего существования эта страна пыталась избежать, а именно признание появления в Лейстинск арабского государства по соседству. Значит, постсоветская небольшая нефтяная диктатура победила в войне, наслаждается, впадая в своих побед, еще и гадит тем, кто ей помогал противнику. Значит, ну а, соответственно, Украина отказалась в ситуации, когда поддержка Израиля не давала не только плюсы, но и минусы, что Израиль-то Украине помочь ничем не может, самому, так сказать, надо. А мы уже про это с вами говорили, в глазах глобального юга Украина оказалась ну не страной, которая борется за свободу, значит, с ужасными империалистами, а сама как бы такая вот, ну раз вы Израиля поддерживаете, вы, наверное, сами империалисты, в НАТО хотите, Америку любите, Израиля поддерживаете, тихуноват, как бы, да, говорят вот эти все протестующие таблистинскими флагами. И если послушать, какая дискуссия идет и в Израиле, я одним глазом смотрю, это действительно выглядит шестрано. И Россия в этом активно участвует, не напрямую, а поддерживая вот эти вот свои прокси, и они прямо и говорят, что все те, кто против Израиля и поддерживают Палестину, они не могут быть на стороне Украины, потому что Украина это такое же вот американское прокси-государство, с помощью которого, значит, проклятые американские империалисты, значит, угнетают там нацисты, вот эта вот вся ерунда. И заходят в тех кругах, которые ходят вот с палестинскими флагами, и они говорят только про палестинцев, я вот не говорю про арабский мир, где вообще все прекрасно заходит, но я говорю даже про Европу и про Запад, что встав на сторону Израиля, что, повторюсь, в прошлом было бы абсолютно выигрышной позицией для работы с западным обществом, Украина вдруг оказалась в странном положении, то есть мало того, что свои проблемы, а вам еще и, так сказать, предъявляют, а что это вы вообще Израиль поддерживаете, а они вот империалисты, между прочим. И сейчас, если Израиль как бы, ну, политически проиграет эту противостоянию ситуации, это будет вообще, так сказать, некрасиво выглядеть. Ну, и тут даже никого не обвинишь, потому что кто же знал, что мир настолько изменился, что даже Израиль, который, повторюсь, все время свое существование был с особым статусом, с особыми отношениями с США. И им никто не смел никогда сказать, там, перестаньте, что вы делаете, там, вы неправильно себя ведете. Да, ну, публично такой никто не, тем более США. А сейчас мы оказались в ситуации, когда и такое возможно. Это новый мир. Да, вы знаете, Федор, и вот я, ну, у меня есть череда, там, прямых эфиров, где очень, ну, там, один из экспертов на моем канале жестко проходится по Израилю. Прям вот жестко. И, ну, понятно, и критика была, и в адрес, там, моего канала, и меня, и, понятно, этого спикера, что, как же так, вот это вот вы, антисемиты, такие-сякие. Ну, понимаете, и вот, а там какая критика? О том, что Израилю не удалось, у Израиля не получилось. Прям вот, ну, вот, но только жестко, да, вот это все. Ну, открываю я сегодня утром сообщение, Политико пишет, ну, вот слово в слово, то, о чем, как бы, мы обсуждали и получали, вот вчера еще, неделю назад, две недели назад, три недели назад, тонны хейта, ну, вот, мой канал, как площадка. Политико сегодня, только 30-35 процентов боевиков Хамас были убиты. Такой же процент подземных тоннелей был разрушен. То есть, более того, там, а где большинство тоннелей, которые остались, там нормальная жизнь идет, там бурлит, кипит. И такой вот мысль, такая вот очень интересная продвигается, что, мол, Блинкин, там, когда, ну, куролесил, хотел сказать, ездил, да, вот он там по Ближнему Востоку, он же там не вылазил, оттуда был период времени, он пытался поделиться с Израилем опытом американцев в Ираке. Мол, мы такие мощные победили, а потом началось, ну, разрастание, вот, вот этих повстанцев. И Израиль не прислушался. И вот вы понимаете, зачем я это говорю, да, по поводу ситуации в Израиле, и почему я вот параллелию с Украиной? Такое ощущение, что у Запада нет переключателя или каких-то рычагов, которые могут развернуть ситуацию. Если у тебя нет рычага, который развернет ситуацию, значит, ты ситуацией не владеешь, она владеет тобой. И вот в этом глобальная проблема американских и, ну, вообще западных, да, вот этих элит. Что думаете по этому поводу? Куда тогда они заведут? Ну, давайте вот Украину. Израиль вообще непонятно, что там будет? Ну, посмотрим. Ну, давайте начнем с того, что действительно военное решение конфликта не получилось. Как нам, если вспомнить, какие бравурные рапорты были вначале, что сейчас великая непобедимая супероснащенная израильская армия как придет и буквально наведет порядок. А самые радикальные люди, кстати, выходцы обычный из бывшего СССР, они у нас всегда самые радикальные, говорили, что вообще не будет никакой Палестины, и все вот эти вот, их всех оттуда куда-нибудь выгонят, и все, и там будет Израиль, и все, до свидания. А как иначе? Прошло много месяцев, и очевидно, что вот этот подход, что чисто военная победа, то, что у Алиева там, условно говоря, получилось, там не получилось. Это факт. Можно отказываться, не признавать это, говорить, что нет, будем до последнего воевать. Но мировое, так сказать, мнение подталкивает к тому, что, ребята, у вас не получилось. Вот так работает современный, я так понимаю, вот этот вот международный общественный мир. Дают время на военное решение проблемы, смотрят на часы, потом время проходит, и говорят, слушайте, ну у вас было время порешать, у вас не получилось, поэтому давайте договариваем. Нравится вам, не нравится, но уже нет, уже так не будет. Да, вот Алиев, условно говоря, решил эту проблему. Если бы война с Арменией не затянулась и шла бы там до сих пор и со встрелами Баку и Еревана, возможно, мировое сообщество тоже бы там вмешалось и сказало так, прекратить, что вы тут вообще все делали. Но так как Армения просто сразу проиграла, ну как бы что-то вмешиваться. Вот эти победили, эти проиграли, все понятно. Я тут просто читаю книгу как раз про прекращение международного конфликта, написанную еще в прошлую эпоху. И там, в общем-то, одна из школ мысли так и говорит, что, а может, мы зря вмешивались, а может, надо, надо, чтобы кто-то победил в чистую и уже работать с тем, что получилось. Потому что останавливать конфликт он потом все равно будет. Вот, собственно, у Израиля время вышло. То есть то время, которое все готовы были, их союзники, закрыв глаза, смотреть на все, что происходит, и не вмешиваться, оно закончилось. Объективно им сейчас говорят, сделайте что-то. Тем более, что военной победы нет. И вот по тем цифрам, которые вы озвучили, я тоже их видел, действительно никакого разгрома Махамаса военного не произошло. С Украиной, к сожалению, ситуация премьера Нотаров. Сначала было дано время, я так понимаю, Путин, мы уже про это обсуждали с вами, что, похоже, Запад не очень сильно верил в Украину, поэтому предлагали просто эвакуироваться. Ну, кстати, обнаружив, что Украина сопротивляется и не рупнула от первых ударов, было принято решение, значит, продолжать поддержать всеми силами, потому что возникла иллюзия, что сейчас Россия рупит. Мы все помним эти иллюзии весны 22-го года, когда казалось, что Россия вот-вот развалится, рупнет, ну, как бы, что же такое, эти вот сожженные колонны людей, которые на парад там ехали, чушь какая-то, да, было прям ощущение, что, ну, не может же это вот, ну, сейчас все развалится. Тоже нет. То есть был дан огромный шанс большой период времени Украины, что, ну, давайте, раз вы рассказали нам, что это орки, которые воюют унитазы, не умеют воевать, не хотят и так далее, вы сейчас их разгромите, значит, победите, и вам будет кардбан, что хотите, то и делать. Вот он, наши деньги, и наша тоже не получилось. Поэтому сейчас звучит все громче, что придется договариваться, потому что время истекло. Ожидание того, что вот сейчас все разрешится на поле боя. Очевидно, что не разрешается, да. А так это, к сожалению, вот и работает. И это, я не говорю, что это хорошо, я ни в коем случае это вообще не защищаю, такой подход. Но не работает в современном мире, похоже, прямолинейный такой, знаете, национал-патриотический, милитаристский подход. Мы будем воевать до последнего, никаких переговоров, только вперед. Вот в Израиле, как бы Нитанияху в такой позиции вызывает все больше и больше раздражение. Я вам просто приведу из другой оперы пример, что вот в Каталонии прошли выборы, а Каталония самая сепаратистская провинция. И там на выборах впервые за много времени первое место заняла социалистическая партия, которая выступает против независимости Каталонии. Но это левая партия, то есть это не какие-то испанские супер-патриоты, которые говорят, мы будем всех каталонских сепаратистов ешать на фонарях, когда здравствует там король Дон Филипп. Это левый. Это федерализм, да, демократия, да. Но зачем отделяться? И получается, что вот на позиции уступок, но, так сказать, какого-то вот другого построения единства Испания может сохраниться. А на позиции, значит, никогда не позволим всех посадить в тюрьму, можно только развалиться. Вот, похоже, там работают схемы современного мира, а вот в этих подходах непреклонности там, национал-патриотических лозунгов, там всеобщей мобилизации, биться до последнего. Это путь к прориванию. Тем более, что в современном мире, как мы знаем, любят жертву. С одной стороны. О, да. Да, и палестинцы с одной стороны себе представили видеть жертву, потому что, как бы, Израиль сначала был жертвой, вот напали, ужас какой, все действительно посочувствовали нормальные люди, как можно не сочувствовать вот этим жестокой резине, это же просто чудовище. Но потом шли месяцы, и теперь, как бы, жертвы они. Ну, они так себя продают, и довольно эффективно. Понятно, что Россия себя жертвой Украины никогда не продаст нигде за пределами там, вот этой аудитории, которую слушает Путин. Но глобально Путин себя продает жертвой вот этой вот американской политики. Смотрите, что они делают. Встравили в войну с Россией и Украиной, Украина истекает кровью, они на последние украинцы хотят воевать. Это все американцы сделали. Мы не хотели, мы хотели мира, мы не хотели. и Гитлер говорил, что он хотел мира, это вечная песня. Но там же, где продается история про жертвы Палестины, там же продается эта история. Почему нет? Вот палестинцы страдают от Израиля и всегда страдали. Вот они там создали свое государство, империалистическое, колониальное, они страдали, страдали, страдали. Да, устраивали акции возмездия, даже сколько, это нехорошо. Но в целом они страдают. Вот они страдали, страдали, да страдали. Поэтому мы, к сожалению, живем, остаюсь, в мире, в котором вещи, которые казались базовыми, безусловными, абсолютно очевидными, это добро, это звук. Они вдруг разваливаются, смешиваются, и те, кто пытаются по-старому, так сказать, докричаться, да и вид запада, мы здесь возвращаемся к Зеленскому и, может быть, отчасти к украинской позиции, вдруг обнаруживают то, с чего мы с вами начали. Почему нет такого отклика? Вроде мы же полностью соответствуем всем вашим ожиданиям. Мы жертвы, мы за свободу, мы, значит, прозападные, мы даже за Израиль всей душой. Против нас там, значит, проклятые русские империалисты, которые, значит, негодяи, подлецы, и свобочи, и вот против демократии и свободы. Почему нет? Вроде раньше все бы должны были встать единым встроем и до последнего. Тут какая-то вот вечно вроде да, но нет. Морально поддерживаем, Блинкен приехал, но, значит, и уехал. Именно по тому же самому, что вы говорили про Блинкена-Израиль, что, похоже, утрачивается вера в возможность военной победы. Заметьте уже про выход на границе 91-го года я, так сказать, не слышу, ну, кроме каких-то, может быть, совсем людей, которым положено по работе это говорить. И что сейчас обсуждается в качестве компромисса, я, честно сказать, вообще не очень понимаю. Ничего. У нас вот произошла смена секретаря СНБО, был Данилов, который рубил шашкой, и был таким ястребом-ястребом, и Лихуэ, я вспоминал не злым тихим словом, и вообще мог себе позволить высказаться. Сейчас Литвиненко раздает интервью, вот последнее там разбирают его разным западным изданием, и звучат такие достаточно, нет, все, конечно, в рамках, ну, как бы общей дороги и общей парадигмы, что мы будем бороться, у нас есть шанс, мы как бы его не упустим, понятно, что там вот про НАТО мы говорили, это тоже Литвиненко говорил, но в целом Украина понимает, что все закончится переговорами. И разница вот этих полюсов, да, полярности вот этой, от того, что мы будем воевать до границ 91-го года, пока Россия не развалится, пока Путин не выведет войска, пока вот это, вот этой позиции разница и высказанного Литвиненко, возникает тогда, ну, главный вопрос, другой, и о нем уже, ну, начинают, как бы, многие думать, так, а может, в Стамбуле 22-го года нужно было, вот тогда это все провернуть, и как-то вот, а потом уже, а дальше отталкиваться, и что-то строить иное, а почему не договориться сейчас, а почему еще дальше нужно, скажем так, воевать, если уже это, ну, цель, да, вот это, уже вот как-то так, ну, вот, перемещается в дипломатическую борьбу. Я думаю, в Стамбуле было невозможно договориться, именно потому, что тогда были очень живы и казались вполне, ну, убедительными эти ощущения, что Россия не выдержит этой войны, и скоро рвут. Это только начало, все пошло не по плану, Путин, значит, там, хотелось, кто-то там, любил повторять, хотя он нигде был лично, не был за средний, а взять Киев, у него еще не получилось, что идти на переговоры с позицией, как бы, ну, уступок. Зачем что-то уступать, когда, возможно, завтра Россия побежит, значит, и сама будет согласна все уступить. В принципе, нельзя сказать, что тогда это казалось, ну, прямо, так сказать, совсем неправдой, да, всякое могло быть. Во-вторых, как можно доверять, действительно, Путину после вероломного нападения? Тем более, что состав делегации такой был, что, честно сказать, не знаю, Мединский, и что это вообще, Мединский пообещал, да, Мединский сказал, ну и что. То есть, там на самом деле, что было в Стамбуле, мы до конца не знаем, надеюсь, какая-нибудь узнаем. Во-вторых, я вполне понимаю эмоции, кстати, украинской делегации, украинского политикума, которые считали, что, ну, это какой-то обман, да, что они просто хотят выждать время для перегруппировки, потому что, очевидно, что Россия тогда не ожидала происходящего, надо было, и мы видели, что к осени 22-го года, в общем-то, кризисное явление прилип к тому, что пришлось отступать, да, то есть, вполне можно было воспринимать, что Путин просто хочет выдроговать себе небольшую паузу, там, значит, подсуетиться, перегруппироваться, потом дольше продолжить. Поэтому я, насчет Стамбула, мне как раз понятно, что там довольно сложно было бы договариваться. Сейчас ситуация в том, плохая, что, возможно, Путин сейчас уже не хочет, не пойдет на такие мягкие условия. Он-то вошел в раж, он же понимает, он же тоже видит все то, что мы с вами обсуждаем. Собственно, возникает вопрос, а зачем идти на уступки? А давайте еще будем давить какое-то время, если пойдем на переговоры, то уже с еще более сильных позиций, чем, так сказать, чем, более того, чем больший ущерб Украине нанесен будет инфраструктурно до начала каких-либо переговоров, потом уже придется прекращать все это дело, тем с более низкого уровня Украину придется восстанавливать, тем больше времени потребуется, чтобы Украина хотя бы вернулась в какое-то нормальное состояние. То есть, если он так смотрит очень далеко, то он хочет отбросить Украину так далеко, чтобы пока она выбралась в какое-то нормальное состояние, прошли поколения. Это все очень жестоко, конечно же. И я понимаю, что это тупиковая история, у меня нет решения. То есть, конечно, вроде как договориться договориться и перестать проливать кровь, спасти жизни, спасти судьбы людей, это хорошо и правильно. Но, а что если это не конец? А что если, как бы вот после этого краткого перемирия, потом будет вторая серия, и все продолжится, потому что если Путин останется у власти, еще и останется победителем, тут мы опять возвращаемся к Алиеву. Ну, казалось бы, ты уже взял себе карабах, прояви какое-то милосердие, оставь армянам эти три придорожные какие-то поселки, которые он там требует. Ну, зачем они тебе? Ну, как бы у вас целая карабаха? Нет. Потому что, почувствовав вот эту вот кровь, вкус победы, и самое главное, если тебе больше нечего в населению продавать, кроме своих военных побед, то ты, конечно, будешь продолжать эту линию. И пока, так сказать, Путин чувствует, что он может поступать и продавать людям вот это ощущение, что мы побеждаем, какой смысл садить за того переговора? Это действительно очень тупиковая ситуация, и здесь нету даже того посредника, который мог бы выступить, ну, быть посредником. Кто это может быть? Чтоб ему доверяла и Украина, и Путин. Путин никому не доверяет. Единственный человек, который мог бы на него надавить, это Хи, но мы уже с вами обсуждали, что Китаю вообще совершенно невыгодно это прекращение. Он, так сказать, с наслаждением смотрит, как западные люди друг к дружку, значит, там убивают где-то на другом конце глобуса, а запад показывает свое не единство, да? Поэтому у меня нет решения. То есть я не то, чтобы критикую и говорю, что вот это надо сделать по-другому. Я, к своему счастью, не политик, и тем более не украинский политик, да? И мне действительно кажется, что очень тяжелое положение у руководства Украины. Вот то, что мы начали. Надо постоянно людям рассказывать о том, как вы боретесь, да? Надо поддерживать боевую дух нации, армии. Надо в то же время вести переговоры с Западом не с позицией, там, шапкозакидательства. Поэтому даже тот же самый мой, так сказать, любимый Буданов, он то говорит, что все плохо, западная аудитория обращаясь, а тут же обращаясь к украинской аудитории, говорит, что, ну, нет, на самом деле, не так все плохо. Ну, конечно, Владичин, ты же не можешь что-то, так сказать, сказать, что все плохо. Да? И это создает огромное давление политическое на руководство страны. Как они себя поведут дальше, я, честно сказать, не знаю. Какой здесь вариант хороший, тоже не очень понятно. Но ситуация действительно крайне трагична сейчас. И выхода из нее прямо не видно. Я не вижу никаких шансов начать переговоры в ближайшее время именно по той причине, что к ним не готова Украина. Ну, потому что пойти на переговоры согласиться с тем, что вот все зря, что ли, вот эти вот люди погибли зря. Ну, как вот вы говорите, да? Потом понятно, что, учитывая украинскую демократию, найдется человек, который, может быть, даже с планкой орденов и без ноги выйдет на трибуну и скажет, а за что погибли все мои друзья и моя нога, значит, вот и так далее. Оказывается, вот политиканы нас ставили в войну, не договорились, мы все погибли, ничего не получили, еще все потеряли. Позор, давай, давайте всех подсудим. И кто скажет, что они правы? Ну, и будут судить. Найдут и будут судить. Если не дотянутся там до каких-то, ну, условно, там Зеленского, Ермака, преследующие итерации, да, то дотянутся до кого-то пониже, до каких-то министров, до каких-то генералов, то есть у нас, тем более, что, понимаете, атмосфера вообще, конечно, с точки зрения здравого смысла удручающая, когда у нас депутат безуглая выходит и говорит, вот этих генералов, которые назначили, они преступники, они там не ответили за этот провал, не ответили за тот, рука руку моет, вот такие, то есть, а в этот момент идет наступление в Харьковской области, то есть, понимаете, в чем дело, уже там сообщают о том, что там еще в одном месте границу перешли, но опять-таки, там перешли, не перешли, генштаб сфокусирован на Волчанске, на вот этом направлении, да, но все, собственно, ждут наступления на Сумы. Причем у нас тоже очень интересно, Центр противодействия дезинформации говорит, что это русский нарратив, ну вот, наступление на Сумы, и параллельно с этим абсолютно себе, ну скажем так, официальные пограничники, да, официальный спикер говорит, что да, мы вот наблюдаем, собираются, в общем, мы готовимся, как бы, вполне себе, возможно, что-то будет с точки зрения движения еще в одном направлении, а в этот момент нас как бы травят генералов и вот это вот все публичное, скажем так, дерьмо выливают. Во-первых, у Украины, конечно, нету бесконечной линейки генералов, и идею взять непонятно, поэтому легко быть политиком и говорить все генералы о платеже, тем более, что генералы обычно не славятся красноречием, не до конца они всегда могут объяснить логику своих действий, при том, что, если предположить, что эти генералы не злоумышленники действуют исходя из ситуации, то я вполне допускаю, что генералы действуют по военной науке. Ну, как и включили, да. Она вот кровавая, она страшная, да, то есть генерал, потому и генерал, что он отправляет на смерть людей, вот у него такая работа, он решает, что здесь вот мы отступим, а здесь вот удерживаемся, вот этим мы пожертвуем, за это они вот генералы, понимаете, у них такая работа, а политик это человек, который выходит на трибуны и говорит, наши мальчики гибнут, как мне их жалко, что же делать, когда это прекратится, вы все преступники, да, потому что понятно, что сочувствовать сидящему в тылу генерала очень сложно, да, гибнущим солдатам и передовой очень плохо. Это роковое противоречие демократии, которое можно проследить еще в афинской демократии, когда действительно покатила война, стратеги уезжали воевать, а в афинах оставшиеся собирались на народное собрание и быстренько переизбирали все руководство страны и армии, потому что они плохо воюют. Это издержки вот этого демократического общества информационного, когда каждый может высказать свое мнение и сказать, наши генералы все бездали, и так далее. Я не могу судить о деятельности генералов, я в этом ничего не понимаю, но я понимаю, что за каждое свое действие лучше не отчитываться. И вообще военные не должны все рассказывать, они должны врать и обманывать, потому что как бы, чтобы все честно рассказать, как есть, чтобы противник тоже помнил. Естественно. У Путина в этом смысле большое преимущество в виде диктатуры. В диктатуре диктатора ничего не обязаны, никому доказывать. Да, ну гибнут люди, гибнут, значит, так и надо. Туда наступаем, туда наступаем. Отдали Херсон, отдали Херсон. Никто же не встал в Госдуйный и не сказал предателю, как мы могли отдать нашу землю. Ну, потому что никто не может ничего сказать. Вот говорю, Путина завтра скажет, давайте все отдадим, нам ничего не надо, вернемся на границу 91-го года. Никто не вякнет. А те, кто вякнет, их быстренько бошку открутят. У него есть такое преимущество, у Зеленского нет. У Зеленского есть парламент, у него есть оппозиция, и из-за этого ему приходится находиться в режиме постоянного диалога, о чем мы с вами вокруг этого все время и ходим. Даже если это диалог, по большому счету, сам с собой. Ну, потому что... Ну, даже он должен сидеть перед камерой и вслух рассуждать, рассказывать, ну, мы ведем переговоры, мы думаем про это, мы хотим... Ну, потому что люди ждут от него рассказа, что происходит. Сказать людям, я вам не могу ничего рассказать, давайте все помолчим несколько недель, пока, значит, вот ситуация на фронте не приснится, а потом поговорим. Ну, этот ответ не будет принят обществу. Эфир забьют совсем другие люди, которые будут рассказывать, что они хотят рассказать. Я считаю, что демократия это правильная. Зато получается так, что у нас неделю назад стабилизировали ситуацию в Харьковской области, а продвижение продолжается в том же Волчанске, рядышком, в других населенных... Я думаю, это наступление будет продолжаться, пока не упрется в какую-то линию обороны, которую украинская армия сможет удерживать. Я не очень знаю, где эта линия, но как бы вот эта вот путинская идея, давайте будем класть людей без счета за каждую там сопку, потому что это принципиально, это как бы плохой способ вести войну. Возможно, иногда надо отступать, чтобы не потерять все. Есть такая мысль... Смотрите, это очень важно сейчас, потому что движемся мы к финалу нашего разговора, а может вот эти наступления, очаговые там какие-то попытки идти там в Харькове, вокруг Харькова, вот эта дискуссия там нужен или не нужен Харьков, у нас Подоляк говорит, Харьков цели нет захватывать, Путин говорит, задачи такой не стоит на сегодняшний день, а будет Харьков, а не будет Харьков, а будут обходить или брать в осаду, или не будут вообще туда идти в ту сторону, а просто возьмут под огневой контроль, или наоборот вот это все. Может, это все наступление, и это все не до какой-то линии фортификации, а до каких-то реальных, ну пока условно там у кого-то нервы не сдадут, и, скажем так, махнут, и скажут, так все, все, садитесь, давайте переговоры. Может, это до переговоров вот эта история? Ну, я думаю, и это тоже, и тут есть и более. Всегда есть две цели, ну даже больше. Цель минимум Путина, она им озвучена. Создать зону безопасности. И тут надо сказать, к сожалению, отдельное спасибо тем людям, которые придумали всю эту историю про освобождение Белгородчика. Потому что Путин должен был как-то среагировать на постоянные заходы на территорию Белгорода, обстрелы Белгорода. Он до какого-то времени все это игнорировал. Сейчас очевидно принято решение сделать так, чтобы это было невозможно. Никаких обстрелов Белгорода, никаких освобождений Белгородчины с позированием там при пограничных деревнях было бы невозможно. Это цель минимума. Создать вот эту зону безопасности у границ. Но если даже он ее достигнет, он уже скажет, что мы же сказали, мы сделали. Но есть вторая цель. Создавать проблему украинской армии и смотреть, не рухнет ли где-нибудь фронт. То есть давить, 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 просто вот в режиме и смотреть, как происходит. А вдруг фронт рухнет? Вот они удалось же там в одном месте восполняться ситуация и проскочить. А вдруг вот еще что-нибудь где-нибудь откроется какое-нибудь окно возможностей, дрогнет, в одном месте рухнет фронт, туда можно будет просочиться. Конечно, брать Харьков в лобовую атаку, так сказать, это немыслимо сейчас. А вот создать ситуацию, когда коллапсирует участок фронта и Харьков там окружается или как-то еще, вполне, так сказать, он может про это фантазировать. Ну и, конечно, третья цель, самая далеко идущая, то, что вы сказали. Давить, наступать, во все дырочки, просачиваться и ждать ситуации, когда, то даже, когда дело идет до переговоров, чтобы иметь максимально хорошую позицию. Максимально хорошую, чтобы даже сказать, ну хорошо, я согласен на уступки, мы вот отдадим, там, не знаю, то, что захвачено было там последние, там, три месяца, условно говоря, вот там забирайте, да, я же иду на уступки, то есть, как бы, что нет, пожалуйста, но понятно, что это не совсем те уступки, которые могли бы быть там в ситуации 22-го года и так далее, это уже уступки, что вот то, что полиция крови за последние месяцы закончена, ну вот мы вам и вернем. Это тоже цель. Но первое, мне кажется, самое тревожное во всем этом, это прощупывание фронта, где он может рухнуть. И как только он там посыпется, вот здесь ситуация может пойти по плохому сценарию, потому что Путин на самом деле не оставляет надежды все-таки военно победить, то есть, получить контроль над Одессой, выйти туда, к Приднестровью, ну и по возможности расширить зону контроля вот на востоке Украины. Эта задача никуда не девалась и он к ней стремится, надеется, что он, так сказать, остановится и скажет, ну ладно, бог с ним, оставляйте Одессу себе, пусть она будет ваша, и уж так и быть, но это должна быть прямо ситуация на фронте сильно измениться, и он прям должен почувствовать, физически не иметь возможности нигде наступать, а это, как вы понимаете, не так просто. Да, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на Федора, канал Федора Крашенинникова в ссылке, ссылка в описании к этому видео, поставьте лайк, пожалуйста, напишите, что думаете вы насчет нашего разговора. У меня финальный вопрос, это как тоже, знаете, хотя в принципе, я думал, вот может начать с этого и как бы так с вами по косточкам разобрать, так и разбирать оказалось-то и нечего. Такер Карлсон на российском телевидении. новость сенсации. Они же опроверглены. Так новость, новость, сенсация. Вы представляете, там клещи, эскалаторы, вот это все, такер Карлсон на русском, ну, с переводом, понятно, да, там языке, и вроде бы как полдня гуляла, что ничего себе, а что это может значить, а как дальше, там это выборы, там атакер, вроде как он за Трампа, вот тут на российском телевидении. Ну, потом пошли, собственно, опровержения и от американской стороны, и российские, скажем так, источники. А зачем это все? Что вот, давайте так, я вот задам очень предметный, понятный вопрос. А зачем это все было? Ну, война-то идет с Америкой, у Путина. Я же вам говорю, что у Путина, в его голове, война идет, уж не с Украины, а с Америкой. Украина, это вот один из фронтов, то есть самый горячий и затратный этой войны. Главный фронт пролегает вот где-то там в него в голове, где он бесконечно бьется с Америкой. Соответственно, все, что может ослабить Америку, разделить Америку, подорвать доверие к американским выборам, разделить американское общество, все это полезно. Поэтому, с одной стороны, тут я все варианты допускаю, что это изначально была утка. Я допускаю версию, что, возможно, действительно предполагалась такая программа, просто Такеру Карсену прилетела по партийной линии в Америке. Он скажет, ты что, больной, что ли? Куда ты собрался? И они быстро все опровергнут. И, наконец, есть третья компромиссная версия, что, я просто не смотрю, но говорят, что они показывают передачи Карсена, то есть они просто берут их из его соцсетей, дублируют и показывают. Возможно, они и дальше это будут делать, и просто какая-то вокруг этого была раздуха. Но, в целом, повторюсь, все это для Путина значимо, потому, что он воюет с Америкой. У него есть большие надежды на Трампа, хотя тоже не очень понятно, как Трампу поможет работа Карсена на российский канал, но все, что можно, везде, где можно гадить Америке, он тут как тут, он старается, он об этом думает, вкладывается в это и так далее. Вот так это и надо воспринимать, и я думаю, что сюрпризов еще будет очень много в этом вопросе. Ну, интересная технология с Такером Карлсеном, особенно, когда сам Путин, потом Дугин, да, вот, дают интервью, а потом, да, вот, ну, раз такие люди дают интервью, чуть поработать на России. Я, знаете, скажу, что это очень плохо на самом деле, потому что вот это бессовестное поведение Такера Карлсена, которое, условно говоря, в разгар войны ездит, в Рейх, так сказать, берет интервью Гитлера, у Геббельса, значит, или там еще каких-то там неприятных людей, а типа, что такого, мы же за демократию, вот, давайте всех выслушаем. Честно сказать, это довольно коряво выглядит. И то, что такое стало возможно в нашем мире, опять же, вернусь к своему тезису, это говорит нам о вообще происходящих тектонических двигах. Это трудно себе представить такое еще недавно, а сейчас такое возможно. Это очень плохо на самом деле, и хотелось бы, чтобы такого было поменьше. Я, кстати, хочу все-таки сказать, чтобы не сложилось из нашего разговора ощущение, что я как-то вот желаю зла Украины или как-то вот по этому поводу дворадствую. Спасибо Боже, я как раз, меня вся эта ситуация тяжелая на фронтах очень сильно пугает. Потому что последнее, чего я хотел бы в своей жизни и для себя, и для России, это то, что Путин вышел из этого победителя. Потому что страшнее вот этого Путина победителя, торжествующего, значит, и празднующего победу, я вообще не могу себе ничего представить. Это худшее вообще, что может произойти и сейчас, и для будущего, потому что это создаст вот то, о чем мы с вами говорили, все негативные явления, они станут законом в том мире, который может возникнуть. В мире, где Путин торжествует, где он победил, где все это признали, и вот там все будет нормальным, все то, что нам сейчас кажется ненормальным. Именно поэтому только стойкости пожелать и украинскому народу, украинскому государству, украинской армии. Да, Федор Крошенников был моим сописедником сегодня. Я благодарю вас за ваше время и ваши мысли. До свидания. Все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok